Остаться без воды в преддверии ее летних отключений. В такой ситуации оказались жители дома номер 11 по улице Нахимова. Засуха там длится вторую неделю. Кто виноват, разбирались наши корреспонденты. Открываем кран. Это что холодное, что горячее. Слышите, видите, ну вот, вот так мы живем 23 числа. Сухо абсолютно, вот так. На кухне то же самое. Марине Николаевне не повезло. Квартиры на последнем четвертом этаже в 11-м доме Нахимова оказались в самом печальном положении. Воды в кране нет уже вторую неделю. Ну день, ну два, ну три. Ну ладно бы холодную бы дали. Дома, это вообще беспредел. Холодной воды хоть нагреть можно. Какие тут могут быть слова, объяснения, вы сами понимаете, что такое вообще без воды. Соседки снизу Юлии чуть полегче. На третий этаж вода хоть и тоненькой струйкой, но попадает. И то, если другие жители дома не будут пользоваться водопроводом. То есть сказали, что была авария, и вроде как ее уже устранили. Но если бы они ее устранили в течение суток, то вода была бы, а так вообще ее нет. В чем проблема, неясно до сих пор. Водоканали сообщают, что давление в сети даже выше норматива. Диагностика показала, повреждений в трубах не установлено. Это значит, все должно работать безупречно. Загвоздка предположительно во внутреннем водопроводе. Либо он засорен, давно не ремонтировался, либо диаметр при ремонте кто-то поменял. То есть заужены диаметры, потому что не пропускается вода, не проходит вода в нужном объеме. Только единственное остается, нужно смотреть внутри, в доме. Но это уже вотчина управляющей компании, которая, со слов жильцов, в свою очередь пеняет на водоканал. Устав искать правды, люди, вторую неделю сидящие без воды, начали обращаться во все инстанции. Мы обращались в администрацию, мы ходили к Зикееву, к Ярошинскому, в администрацию Ленинского района, прокуратуру и в коммунитет по жилищной политике. То есть директор управляющей компании, соответственно, который присутствовал вчера, жилищная инспекция приезжала к нам сюда, тоже проверяли напоры воды, воду в наших кранах. Нам сказали вчера, что поскольку у нас уже длительное время нет воды, нам должны были, управляющая компания должна была привозить воду, потому что нет, мы же должны готовить, как-то мыться каким-то образом. Ну, не говоря уже про все остальное, что связано с водой. То есть воду мы покупаем, либо набираем на колонках, либо набираем у знакомых, которые живут рядом. То есть каждый раз вот бетоны, бутылки большие, 10-литровые, все это мы приносим с собой. Вообще ситуацию с водоснабжением в Росте сейчас можно назвать напряженной. В ряде домов периодически идут отключения. В данный момент во всем районе производят ремонтные работы сетей. Подготовка к новому отопительному сезону выявила много повреждений. Обнаружены протечки, которые необходимо оперативно устранять. В ближайшее время, то есть там все нормализуется обстановка, мы сейчас выйдем из этого режима, так сказать, напряженного и перейдем в нормальный рабочий. Но лучше все-таки это делать летом и в начале лета, чтобы у нас была возможность еще проверить, испытать. Про 11-й дом на улице Нахимова сотрудники водоканала не забывают. Держат руку, что называется, на пульсе. Правда, все, что зависит от них, уже сделано. Остается надежда, что представители управляющей компании все-таки помогут людям и в квартирах четырехэтажного дома наконец появится вода. Продолжение следует...